Во Владимире представили новую дежурно-диспетчерскую службу помощи автомобилистам, не имеющую аналогов России. О ее работе и о том, что и предшествовало в программе «Здесь и сейчас». Наш гость сегодня – председатель Межрегионального общества защиты правопотребителей и народной контроли Алексей Смирнов. Алексей Васильевич, здравствуйте. Вечер добрый. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно позвонить с вопросом. Телефон студии 32 43 22, код города 4922. Алексей Васильевич, развитие внутреннего туризма – тренд актуальный? Каждый регион старается привлечь побольше путешественников, в том числе самостоятельных путешественников, желательно с ночевкой, потому что иначе что они нам в бюджете оставят. Чтобы люди захотели приехать, порой приходится потрудиться, потрудиться властям, бизнесу. На что направлен проект создания вот такой дежурно-диспетчерской службы для автолюбителей, потому что о подобной теме, в теме развития туризма, я, честно говоря, слышу впервые. Ну, Илья, народный контроль занимается уже очень-очень давным-давно проблемами безопасности придорожного сервиса. Все, что связано с автомобилистами – это заправки, это экология, это там шавермы, шаурма, там, столовые. Ну, все, что, как любой автомобилист едешь, чем ты можешь воспользоваться на дороге. Вот мы как раз и смотрели. Безопасно, заправно. Для того, чтобы эту дорогу продолжить. Ну, да, естественно. Да, потому это, как бы, первая тема, которой мы занимались уже, ну, уже более 17 лет мы этим занимаемся. И когда мы это все уже осмотрели, все это дело посмотрели, там, выявили, вылезает другая тематика – безопасность именно автотуриста с точки зрения техники. У вас автомобиль может поломаться. То есть не секрет, что наши дороги, особенно весенний период, у нас асфальт обычно уходит вместе со снегом, и есть большие проблемы с передвижением. Вы можете попасть в яму. Хорошо, когда вы там одно колесо пробили. А если бы пробили два колеса, то есть искать, где находится шиномонтаж, не по всех региональных дорогах у нас есть 4G, тем более 5G. Вот, там, дай бог, 2G у вас есть. И понятно, что если нет интернета, пытаться найти, если вы в незнакомой местности находитесь, пытаться найти, как это все, где заменить колесо, просто шиномонтаж. А если вообще шиномонтаж поблизости? Бывает такая история, что у вас просто банально закончился бензин. Да, такой тоже случается, датчик. На следующий момент у нас очень много сейчас девушек ездит за рулем. То есть девушка на шпильке поменять колесо, особенно зимой, это очень сложно. Тем более мы прекрасно понимаем, как у нас чистят дороги. Вот эта зима, она показала, что дорожные службы не всегда справляются успевать вычистить снег, как он очень сильно идет. Это аварии, застревают в снегу, кто это будет вытаскивать? То есть, как бы, это проблематика. Ну, многие автомобилисты в эти истории заходили. Там аккумулятор сел, там машина поломалась. Едешь, там, грубо говоря, в командировку, там, или как автотурист, раз у тебя машина поломалась, у тебя уже и проблемы с гостиницей. Ну, там целый перечень вопросов. Есть проект Общероссийского народного фронта «Россия здесь», в рамках которого мы пытались эту проблему решить, ну, системно. То есть, не конкретно это Владимирская область. В Владимирской области мы сделали пилот, потому что у нас на выбор было три региона. То есть, Рязань, Общероссийский народный фронт, именно проект «Россия здесь», они предлагали нам Нижегородскую область, потому что там, как бы, сильные традиции Общероссийского народного фронта. Так как мы Владимирские, мы предложили, давайте мы вот на нашей земле, нам здесь проще работать. Администрация пошла нам на встречу, администрация Владимирской области. Мы начали, как бы, это все потихоньку, полигоньку делать здесь. А в прошлом году мы совместно с ГЛОНАССом и у нас, как бы, есть администрация ГКУ, администрация, ну, безопасности. И мы вместе с ними тестировали систему ГЛОНАСС. То есть, как работает система 112, как работает уже разработанное к тому моменту мобильное приложение помощи автотуристам. То есть, мы сравнивали. То есть, первое – это точность определения координат. То есть, как определяется. То есть, потому что есть… То есть, ты попал в аварию, зовешь о помощи, а надо понимать… А не знаешь, где находишься. Да, это хорошо в городе. Вы можете посмотреть там на улицу, на дом и можете сказать оператору или диспетчеру, где вы находитесь, в лесу. Не каждый из нас даже отслеживает название населенных пунктов, через которые ты проезжаешь. Я же здесь не собирался, я останавливаюсь. Да, вот. И вот именно эта проблема. Тем более… И почему именно точность геопозиции, она является основополагающим. То есть, это да, ГЛОНАСС работает. Ну, это действительно система, которая помогает. Тем более, ГЛОНАСС работает в автоматическом режиме. ГЛОНАСС работает на мультисимке. То есть, он в зависимости от силы сигнала подключается к любому из операторов, в отличие от наших мобильных телефонов. И опять же, в отличие от нашего, ну, как мобильного оператора. То есть, мы работаем, пробовали, как работает система 112. То есть, мы… Ну, все мы проверяли. То есть, прежде чем пойти дальше, следующий шаг сделать, мы это делали в Владимирской области. И потом я тестировал мобильное приложение 112 в Нижегородской области. То есть, как регионы работают. Только уже после этого уже сложился какой-то план, куда нам двигаться дальше. Мы выявили все болевые точки наших, ну, служб, систем. Вот. И потихоньку пошла вот работа. Уже было разработано техническое задание. В прошлом году на комиссии по чудесащим ситуациям, это было в ноябре прошлого года, уже было решено, что Владимирская область эту службу создает. Мы это все делали, так скажем, ну, в тихом режиме. Мы об этом не говорили. То, что мы решили сначала, мы это сделаем, потому что, ну, это службы никаких нету нигде в России. Понимаете? Тут есть система 112, а мы хотели создать службу, которая будет помогать системе 112 по, ну, это дополнительный канал информации. То есть, чем больше каналов информации, тем лучше будет всем нам. То есть, небольшая группа общественников с техническими специалистами проверила, как чиновники в двух регионах работают. И, скорее всего, нашли некоторые огрехи. Я понимаю, что сейчас о них, может, не хочется говорить, потому что вы теперь сотрудничаете. Илья, мы... Ну, много ли их было? Нет, давай так. Вот с точки зрения работы чиновников огрехи не было вообще. То есть, есть как бы проблемы, там есть огрехи именно с законодательством. Сейчас общероссийский народный фронт думает, как это все, ну, поставить на, как говорится, все на свои места. Была проблема именно с технической точки зрения. То, что вот есть ГЛОНАСС-система, она очень хорошая, но на мотоцикл ты ее не поставишь. Да, ну, нет, некуда нажать эту кнопку. Да, это только новый автомобиль, раз. Тем более, сейчас мы... Не этого года. Ну, да, это уже не этого года, да. То есть, опять же, у нас основной парк – это пожилые автомобили, так скажем, где ГЛОНАСС нет. Ну, действительно, это... Дай Бог им здоровья. Да, дай Бог им здоровья. Вот, но мы исходили из того, а почему человек, который будет автомобиль старшего поколения, так скажем, не имеет возможности пользоваться всеми благами, которые предоставляет ГЛОНАСС. Да, да, что делать? В такой ситуации. В такой ситуации вы можете позвонить 112, но, опять же, 112 – это система вызова экстренных оперативных служб. Это 010203, Горгаз и антитеррор. Все. Если вы попали, грубо говоря, ну, застряли в снегу, и вы не знаете, где вы находитесь... Вас не обязательно спасать? Когда вы будете замерзать, вы будете уже вызывать МЧС. То есть вы обязаны убедить ту сторону, что вам кранты? Что вы замерзаете, что вам кранты. Да, да, да. То есть это уже система, опять же. Но это же не функция МЧС, Илья. Давай на хотя бы... МЧС там есть куча своих основных задач. О них будем в понедельник говорить в этой студии. Да. То есть, понимаешь, опять же, это нерадивая работа управляющих организаций, которые обслуживают эти дороги. Но не более чем. Мы зимой-то все это увидели. Хорошо. Вы выехали там за город, где мы там застряли. Ну, поехали в лес и застряли. Опять же, это не проблема. Так, Алексей Ильич, давайте вот к той ситуации, в ту несвежую машину с немолодым водителем вернемся. Давайте. Что ему делать, кроме того, как звонить в систему 112, где его вызов услышат, но могут не отреагировать? Вот, поэтому сейчас разработана нормативная техническая база, вот нашей Владимирской службы 112, где уже ряд вопросов они берут уже на себя. То есть, теперь должны отреагировать? Ну, они нам передавать вот эту информацию, и мы уже будем реагировать на же дежурное диспетчерское служение. Как общественники? Ну, на общественное, конечно. Вы опять это сделали? Не обязаны? Илья, мы все автомобилисты. То есть, у нас сейчас есть... Времопомощь. Это система Jeep Alert. Это волонтеры. Хорошее движение, действительно. Да, вот. То есть, мы с ними провели интеграцию. То есть, они сейчас, вот вся информация, которая поступает к нам, в рамках Владимирской области, мы будем передавать им. В зависимости от геолокации, ну, того, кому требуется помощь. Чей волонтер, чей сотрудник ближе. Да. И то есть, уже Jeep Alert уже берет на себя функционал оказания помощи. Но здесь есть маленький-маленький нюанс. Это волонтеры. То есть, обычно ночью они спят. То есть, не всегда ночью можно... Это живые люди, не чиновники, которые добро делают чаще, в случае с Jeep Alert, чаще всего бесплатно. Ну, это бесплатно. Это действительно волонтеры, которые оказывают, они зимой очень хорошо работали. То есть, мы с ними уже интеграцию провели. Сейчас у Jeep Alert также есть функционал, это спасатели. Ну, как у типа, Лиза Alert, здесь тоже, как бы, есть, ну, некоторый набор функций, которые коллеги из Jeep Alert будут оказывать. Ну, вот, потерявших очень много, а тем более наше мобильное приложение, которое, ну, оно уже разработано. Там есть функции именно как раз для туристов. То есть, вы можете, когда вы куда-то перемещаетесь из точки А в точку Б, вы можете на свое мобильное приложение задать дискретность передачи смс. С смс-кой приходит с геолокацией. И, то есть, грубо говоря, если вдруг вы где-то потерялись, то есть, наш дежурный будет прекрасно видеть, что нужно начинать поиски не от начального маршрута, а от последнего прихода смс-кой геолокации. То есть, это сужает, во-первых, время поиска, сужает, минимизирует риски. То есть, ну, всякое бывает в нашей жизни. То есть, как бы, это функционал именно мобильного приложения. В чем еще мобильное приложение, оно хорошо? Есть возможность переписок. То есть, ну, грубо говоря, вы там попали в аварию, у вас стресс, вы там не можете не говорить. Ну, там всякое бывает. То есть, есть возможность чата. Есть возможность сделать видеозвонок. То есть, если у вас поломалась машина, вы просто можете отправить фотографию элементарно просто той детали, которая вам необходима. То есть, это возможность видеоразговора. Алексей Васильевич, вы говорите приложение, не называя названия. Я сейчас, конечно, вот, у нас принято в студию телефон не брать во время эфира. Поэтому я не могу проверить, вот, легко ли скачивается, как работает. Но как оно называется? Оно не скачивается до сих пор. Вы ее не скачаете, потому что это 112 автомобилист. Я надеюсь, в ближайшее будущее оно у нас уже, как бы, App Store уже не будет. Вот. То есть, в ближайшее будущее оно появится, потому что сейчас идет... В других магазинах приложение. Ну да, в других магазинах, да. То есть, сейчас у нас, как бы, работают... Мы протестировали мобильное приложение. Мы протестировали дежурную диспетчерскую службу. Мы протестировали программу, как раз, 18-го числа, когда сюда приезжали наши коллеги. Вот, Любовь Андреевна, солдатка, руководитель проекта. Именно Россия здесь, в которой, вот, с кем мы это вместе делали. Когда приезжал сюда Илья Голиневич, это руководитель джип-алерта. Сюда приезжал Андрей Иванов, это Автомотороссия, главный байкер. То есть, как бы, ну, главный байкер. Вот, туда приезжала Булах Наталья Владимировна, это исполнительный директор Союза городов Золотого Кольца. То есть, мы как раз смотрели с точки туризма, с точки зрения, как это все функционал. То есть, мы это все смотрели, они все проверялись. То есть, мы это, как бы, провели живое тестирование. То есть, люди пришли и со стороны стали, как удобно. Вы проектов... Сразу вопрос. Работает? Ну, если бы не работали, мы об этом не заявляли. Тогда почему до сих пор нет приложения? Или надо вот договориться? Договориться где-то там с этими новыми магазинами и старыми магазинами приложения? Нет, нет, нет. Это не проблема. У нас мобильное приложение, аналог этого, система 112, она уже в приложении есть. Но там нету просто функционала, то, что мы просили сделать для нас. То есть, как бы для нас это мобильное приложение, да, доработали, для нас скоро появится. Сейчас у нас идет интеграция с системой 112. То есть, как только у нас произойдет интеграция с Владимирской системой 112, проект будет выполнен полностью. Одна из целей проекта – доказать, что Владимирская область безопасна для туристов? В первую очередь, безопасность для туристов. Что турист, приезжая в Владимирскую область смотреть наши красоты, он будет уверен в том, что в случае необходимости помощь придет в короткое время. Безопасна, значит, привлекательна. Как же делать регион привлекательнее для туристов? Об этом говорят везде, на всех уровнях, на уровне первых лиц области. Какие задачи поставил глава региона перед руководителями муниципалитетов в этой теме? Сюжет моих коллег. Три города Владимирской области приняли участие в федеральном конкурсе по поддержке туризма. Владимир, Муром и Суздаль. У каждого города многовековая история, самобытность и большой потенциал для развития внутреннего туризма. Победитель получит деньги на то, чтобы сделать исторические центры удобнее для туристов. Появятся новые арт-объекты, смотровые площадки, средства уличной навигации, чтобы гостям было удобнее ориентироваться. Возникнет туристический код центра города. Чтобы победить, конкурсанты должны показать, чем привлекают туристов. Александр Авдеев считает, туристы к нам должны ехать не только в субботу и воскресенье. Важно проводить мероприятия и в другие дни. У нас уже событийка. Каждую неделю, у нас 52 недели, у нас 56 событий. Уже плотность высокая. А значит, надо события растянуть не на выходные дни, а на рабочие на будние дни. Жюри отберет не более 30 заявок. Конкурсанты должны представить свое видение увеличения турпотока. Как отметил глава региона, внутренний туризм становится ощутимой отраслью экономики. Речь не только о благоустройстве городов, но и о развитии малого и среднего бизнеса. А это создание новых рабочих мест и наполняемость местных бюджетов. С вриу губернатора согласен вице-президент Ассоциации малых туристических городов России. Мне импонирует та парадигма, которую сегодня развивает Александр Афдеев в рамках развития туристического направления наших городов. С точки зрения как раз потенциала туристического и формирования уже какого-то идеологического направления, Владимир, Судоль и Муром, это правильно выбранные опорные точки. И они все три имеют право на жизнь. Понятно, что хотелось бы, чтобы все три города победили. Так, ну вот давайте поговорим как раз о непосредственно безопасности туристов на дороге. Какие, по вашему мнению, в нашем регионе есть болевые точки, которые в том числе мешают развитию и туристической отрасли, то есть направлению сюда потоков туристов, автомобильных туристов с автодомами, мототуристов. Недавно тут один заезжал парить на самокате даже. Ну, Илья, смотри, у нас самая-то главная задача перенаправить. Вот сейчас в сюжете было сказано, что у нас три города у нас. Это Муром развиваться будет. Три города герои, да. Мы всегда говорим, что есть прекрасный город Александров, есть прекрасный город Юрьев-Польский, Гороховец. То есть как бы у нас Владимирская область, она уникальна. То есть любой город приезжает, и ты видишь, вот я буквально недавно был в Покрове, то есть как бы и смотрел. Но даже про Владимир многие, даже специалисты туристические отрасли говорят, что ну два часа, но дальше едем в Суздок. Илья, мы говорим не о том, что посмотреть, а мы говорим, что приехать сюда безопасно. Да, это уже другая категория мышления. Мы говорим, что если вы едете в Суздаль, проедьте через Александров, посмотрите. Проедьте через Юрьев-Польский, посмотрите. Пожалуйста, если у вас там есть, как сейчас модно, промышленный туризм, пожалуйста, есть Ковров, есть у нас Кольчугина. То есть, пожалуйста, ради бога, понимаешь, здесь для каждого вида туризма у нас есть определенные места. Но это совсем другие категории дорог. Если у нас Владимир, это М7, то есть, ну, грубо говоря, Пекинка, ты едешь по Пекинке, понятно, что, ну, сейчас только до ремонта дороги, ты можешь в пробках постоять. И на М7 есть отдельная служба спасения. Ну, опять же, для нее нужно дозвониться сначала, это первый момент. Второй момент, ты для этого, хотя бы, нужно знать телефон, куда тебе звонить. Согласен. Вот это, ну, ты, а его никто не знает. Понимаешь, у нас по Владимирской области проходят три федеральные дороги, то есть М7, потом это в Александровский район захватывает, да, и плюс еще у нас Золотое кольцо, вот, то есть три. То есть, мы даже не знаем, какая у нас дежурная служба в городе Владимире, в случае там, ты застрял, ты даже этого не знаешь. Как раз это мы сейчас пытаемся все объединить, чтобы человек, позвонив по номеру 112, мог получить квалифицированную помощь по любому вопросу, касаемо автомобилиста. То есть, это сразу же, я говорю, это автотуризм, потому что человек будет прекрасно понимать, когда с Монтальей Булах эту историю, ну, обсуждали, я говорю, как вот привлечь в регион? Она говорит, первое, у вас регион уже сам себя привлекает, ну, потому что, ну, действительно, ну, сударь, это же мчужина Золотого кольца. Следующий момент, как сделать еще лучше, чтобы турист ехал сюда и прекрасно понимал, что здесь безопасно. Вот именно безопасно. Потому что, Илья, никто из нас никогда не задумывается, что с тобой что-то может произойти. Знал бы, да? Сам бы вывозил с собой. Вот и все. Поэтому, но они должны понимать, наши туристы, то есть туристические компании, что отправляя пока туристов в наш регион, то есть турист, позвонив по номеру 112, получает дополнительно определенную помощь. Вот именно связано с джип-алерт, связано с другими службами, то есть с волонтерами, которые придут на помощь. Алексей Васильевич, для туристов, автотуристов, вообще туристов, наверное, если он не путешествует с палаткой, важна инфраструктура. Она просто больной. И на это тоже сейчас напирают региональные власти, что давайте все-таки как-то эту тему с мертвой точки сдвигать. Создавая новые объекты и, соответственно, привлекая больше людей. Оборудованные кемпинги, где они у нас? Стоянки для автодомов. У нас только одна стоянка. Зарядки электромобилей. Где это все? Нет, ну сейчас зарядка по электромобилям, она уже развивается. То есть как бы есть уже посыл правительства нашего, то есть я потихонечку уже начинаю развиваться. Да, по-моему, третья появилась. То есть у нас стоянка для автодомов совсем функционалов. Слив воды, заправка воды, заправка кубаторов по Владимирской области только одна. И несложно догадаться, в каком городе, да? Да, несложно догадаться. Просто, Илья, по большому счету, в чем проблема автодома? То есть, во-первых, это ширина этого автодома, неповоротливость, неуклюжесть этого автодома. Понимаешь, не в каждом, так скажем, в городе возможно сделать, ну там, это в Гороховце возьмите, там, в других городах, вот именно где улочки узкие, не каждый автодом, это может проскочить. Помнишь историю, там, много-много лет назад, когда польские, немецкие автодома вот возле Успенского, ну, на площади Астанурина. Да, на Собольной площади раньше можно было встать. Да, сейчас как бы нет. У нас следующий момент. У нас вот автомобилисты приезжают, мотоциклисты, когда приезжают сюда, мы с Андреем и мы вновь всегда говорим. Мы говорим, ребят, почему у вас знак в центре города, проезд с мотоциклом с утра до вечера, там, до восьми вечера, вроде запрещен. То есть, почему? Я приезжаю платить деньги. Во-первых, оборудованных стоянок для мотоциклов в Владимирской области в любое. Если мы говорим о путешественнике, мотоциклисте, он только за мотоцикл отдал много денег. Так, вопрос. Значит, он еще что-то отдаст. Так вот, вот этим людям они ограничены в платежах своих денег во Владимирской области, потому что оборудованных стоянок для мотоциклов нет. Их просто нет. Человек приехал там 200 километров в шлеме, естественно, ему нужно просто поставить мотоцикл на площадку хотя бы под тентом, чтобы от дождя спастись. Ему нужно просто помыть руки, ему нужен какой-то шкафчик, чтобы убрать шлем, он не будет же его с собой таскать, убрать шлем, какой-то шкафчик, который бы прекрасно понимал, что ну хоть какое-то оборудование, место. Помыть руки, сходить в туалет, а в центре города, Илья, а у нас, даже для простых туристов, пешеходных. Тут мировая сеть туалетов. Да, да, все. Поэтому проблема, эти люди готовы сюда приезжать. Он задает вопрос, почему знак висит только с утра до вечера? Обычно те, кто рычит, ну эти вот ребята, которые ездят, там рычат, они обычно ночью летают. Мне кажется, для них центр города, он открыт. Для тех, кто с ветерочком. Да, а для нас, говорит, который готовы платить денег, закрыт. Он говорит, где логика принятия решений? То есть, он говорит, я как не понимаю, почему это все? Я говорю, это вопрос нашей комиссии по безопасности дорожного движения города Владимира. Мне кажется, они сами не понимают, зачем это они все сделают. Ну, вот вопрос. Этот вопрос, так сказать, отправим, подоследует. Ну, а пока прервемся еще на пару минут. Туристов, которые приезжают в регион, надо удивлять. Да, не только знаками странными. Привлечь их могут необычные мероприятия. И вообще, событийный туризм действительно штука крайне популярная. Владимир Осудовский музей-заповедник. Эту тему движет, как движет, сюжет моих коллег. Новые выставки, пешеходные экскурсии и творческие мастер-классы. Десять районных центров области приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В областной столице особой популярностью у гостей пользовались пешеходные экскурсии. Их посетили больше двух сотен человек. Новый маршрут придумали сотрудники Владимира Судовского музея-заповедника. Прогулку они назвали «Владимир космический». Ее приурочили к 60-летию первого полета человека в космос. А в центре ИЗО авторский мастер-класс провел заслуженный художник России Виктор Бычков. Параллельно во всех залах проходили экскурсии по новым вернисажам. Люди идут и, к нашему счастью, за два года мы привыкли, что мы улыбаемся друг другу уголками наших глаз. А сейчас мы видим улыбки друг друга. Сейчас мы видим эмоции. Сейчас мы видим, что многие и художники, и посетители, друзья и гости Центра пропаганды изобразительного искусства, они встречаются здесь первый раз за два года. Мы надеемся, что на наши новые выставочные проекты будут приходить больше и больше посетителей. Мы всегда рады видеть всех в центре ИЗО. В ночь музеев богатую культурную программу представили сотрудники Судовского Кремля. В этом году музейный комплекс отмечает 100-летний юбилей. К этой знаковой дате руководитель музея вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам и презентовал выставку, которую посвятили искусству ковки. На одной площадке представили работы из фондов музея, а также современные, известных кузнецов региона и студентов Судовского института искусств. Таким образом, программа, мне кажется, получилась очень насыщенная, интересная. И Владимир Судовский музей всегда придает большое значение ночам музеев, потому что это такая акция, она очень народная, она приближена к людям. И, собственно, приходилось просто увидеть большое количество людей, которые с семьями, с огромным интересом приходят, посещают выставки. Это очень приятно, потому что разные формы работы с людьми, разные своеобразные такие акции, они помогают рассказать людям о музеях, о культурном наследии, чему мы всегда очень рады. Крайне актуальные последние месяцы тема IT-специалистов. Кто вам писал приложение? Ой, Илья, это ты говоришь, больная. Для нас это была самая больная тема, потому что мы в политех обращались, ну просто как вот была идея по большому счету. Мы стали искать, кто эту идею может сделать. В Владимире, честно, мы не нашли таких людей, кто это мог бы воплотить. То есть для нас эта проблема большая, потому что вроде бы есть у нас целый институт, то есть где готовят специалистов. А у вас был в чем? Напишите нам предложение бесплатно? Ну, во-первых, мы изначально, конечно, бесплатно, потому что мы общественники, мы искали организацию, которая могла бы для нас это сделать, тем более, как сказать, это небольшие сложности, как вот ребята говорят, вот. И мы нашли только в Уфе, то есть компания IT-код, это наши коллеги, с кем мы вместе сейчас идем поэтапно, пошагово, то есть, ну, тестируем, ошибаемся, переделываем опять, тестируем, ошибаемся, делаем, и сейчас получилось то, что мы это сделали. То есть, понимаешь, у нас получается такой конгломерат, то есть у нас департамент безопасности Вадимирской области, Вадим Михайлович Горожалинов, который курирует данные проекты, который нам помогает. То есть вот народный контроль – это я, это проект ОНОЭФ России ЕСДИС, Солдаткина, Любовь Андреевна, и компания IT-код Уфакто технически эти все сделали. То есть они оборудовали рабочие места, то есть мы это все сделали, мы все, как бы, ну, вот это все уже сделано. Вот, и сейчас у нас проблема, что айтишники, вот они с Уфы, они, ну, у них сейчас есть возможность удаленного доступа, они, как бы, всю настройку делают с Уфы, а у Владимира до сих пор мы никого не нашли. Даже вот сейчас, если мы все это сделаем, мы будем систему запускать, у нас будет проблема с обслуживанием, потому что нам придется приглашать уфимцев, чтобы уфимцы Владимира обслуживали нашу систему. Потому что пока мы не можем никого найти. Потому что, вернее, те, кто есть, они просят хороших денег. У нас, общественников, таких денег нет. Уфимцы нам пока помогают бесплатно. То есть создают, делают, да. Вот, и я, честно сказать, ну, я с удовольствием там, вот, там, с политехом бы пообщались, я бы еще с нашим, чтобы, ну, там, и на практику направлять, и еще что-нибудь. Потому что эта система уникальна с точки зрения, что она новая. Таких еще пока нигде нет. А представим себе, что другой регион системой заинтересовался. Та же Нижегородщина, где ее оттестировали, или еще какой-то, где на автотуристах также мечтают зарабатывать деньги, или также мечтают экономить на их спасение. Поделитесь? Нет, во-первых, мы даже делиться ни с чем не будем, потому что система, она масштабируется автоматически. Сейчас уже ничего делать не нужно. То есть есть дежурная диспетчерская служба. Она может работать уже на Ивановскую область, на Рязанскую, на Нижегородскую, там, на Московскую. Здесь делиться ничего не нужно. Здесь просто идет подключение через определенные каналы ВПН, все. И она уже работает. Тем более, джип-алерт, с кем уже интеграция придется, они работают на территории всей Российской Федерации, плюс еще Белоруссия. То есть сигнал с мобильного приложения, он даже не нужно уже подключаться к системам 112 с точки зрения волонтеров. Сигнал с любого региона на мобильное приложение приходит, мы тут же направляем в тот регион, где волонтеры находятся джип-алерты. То есть здесь нужно желание региона, чтобы уже была координация с ихними оперативными службами. Это уже необходимо делать, ну, уже технически. А сама система работает уже на благо региона, они об этом даже могут и не знать. Она будет уже на них и так работать. — Последняя минута в эфире, знаю, что сейчас народный контроль еще и разрабатывает новые, скромные, но неизвестные туристические маршруты. Буквально их вот прокладывает за... — Или они известны, просто забыты. — Забыты, да. — Вот последнее найденное место. — Ну, как оно не последнее, это Веденский монастырь женский. — Покров. — Это пустынь Покров, да. То есть приехали, шикарное место, всем рекомендуем все. Есть стоянка, есть туалеты, есть трапезная. То есть там есть все, чтобы шикарно провести время. Есть чайки, которые сейчас высиживают своих, вот, нападают, на меня напали. — То есть небезопасно. — С точки зрения кайфа ты получаешь удовольствие. Вот чайки, да, ну, просто детишки маленькие. То есть у них птенцы высиживают, они, конечно, защищают. Я давно, ну, как бы, я с Дальнего Востока, чайки там на меня, как бы, напрыгивали. Но здесь увидел первый раз. — Будьте осторожны. — Алексей Васильевич, большое спасибо, что вы к нам заглянули. Рассказали о проекте. Желаем проекту и вам удачи. — Спасибо. — Спасибо, спонсоров. До свидания. На сегодня все. Мы увидимся на будущей неделе. До встречи на этом же канале.